Всем привет, друзья! В этом уроке по изучению 3DMAX я расскажу вам, как пользоваться инструментами трансформации 3DMAX, такими как перемещение, вращение и масштабирование. Изучив данный инструментарий, вы сможете с легкостью перемещать объекты в заданную точку пространства, вращать их и изменять размеры. Любой созданный объект в 3DMAX можно перемещать горячие клавиши W, вращать горячие клавиши E и масштабировать горячие клавиши R, то есть менять его размер по всем трем осям или по выбранной оси. Если вам неудобно использовать горячие клавиши, все эти инструменты вы сможете найти на главной панели Mine Toolbar и без труда их выбрать. Вот они, эти 3 инструмента. W, Select and Move. E, это у нас Select and Rotate. И R, Select in Uniform Scale. Создадим 2 произвольных объекта. Допустим, Box. Ну, пускай сфера. Теперь давайте обсудим работу каждого инструмента отдельно. Выбираем инструмент перемещения, или W, и клацаем на любой из объектов. Мы видим, что на объекте появилась трехцветная стрелка, которая называется Gizmo объекта или направляющей оси. Изменить размер этого Gizmo можно, зайдя в меню Customize, Preferences, Gizmo. Вот здесь вот мы можем поменять размер манипулятора. То есть, допустим, задать больше, если кому-то мало этого. Вот, видите, до каких размеров увеличивается. Ну, нам пока это не нужно, поэтому мы возвращаемся к исходным размерам. То есть, 40 вполне достаточно. Окей. Теперь мы хватаемся за любую из осей. Нажимаем левую кнопку мышки. И пытаемся тащить объект. Мы видим, что объект перемещается только по заданному вектору. То есть, по оси X. Если мы попытаемся его сдвинуть по оси Y или по оси Z, нам этого не удастся. Для того, чтобы перемещать объект по нескольким осям, надо зажать квадратик, который находится между двух осей. И таким образом мы его сможем свободно перемещать или по этой, или по этой оси. То есть, комбинировать. То же самое при нажатии на другие квадратики. Видите? Свободно можем перемещать. Кроме этого, перемещать объекты можно еще двумя способами. Первый из них – это нижняя панель координат. Выбираем объект. И внизу мы видим координаты данного объекта в пространстве. Для того, чтобы изменить положение объекта, вбиваем, допустим, на 2 см хотим сдвинуть или на 20 см по оси X. Вбиваем 68 см. Enter. И объект сдвинулся ровно на 20 см. То есть, таким образом, с помощью этих координат нам удобно сдвигать объект на определенное расстояние. Вернее, на точно заданное расстояние. Потому что вручную мы все равно не угадаем координаты. Для того, чтобы вернуть объект в нулевые координаты, достаточно обнулить все счетчики. Для этого подходим к каждому из счетчиков и нажимаем правой кнопкой мышки на перекрестие. То есть, там, где сходятся стрелочки. Раз. Все. Объект стал ровно в нулевых координатах. Давайте отодвинем боксик. Вот. Все. Второй способ немного отличается от первого. Но используется немного чаще. Это всплывающая панель меню. То есть, нажимаем правой кнопкой мышки на инструменте. Всплывает такая менюшка. Move Transform. Трансформ. В принципе, здесь все то же самое, что и в нижней панели координат. Только отличие в том, что панель можно перемещать в любое место. Да? То есть, удобнее работать. Допустим, находимся мы где-то здесь. Поставили панельку сюда и спокойно работаем, изменяя значение. Инструмент вращения служит для поворота объектов на заданный градус или процент. Нажимаем горячую клавишу E. Перешли в инструмент вращения. Взявшись мышкой за габаритный контейнер, мы видим, что вращение происходит по всем осям. Для того, чтобы отключить эту функцию, заходим в меню Customize, Preferences. Gizmo. И снимаем галочки с Free Rotation и Screen Hardless. Окей. Теперь, при выборе любой из осей, у нас объект будет поворачиваться строго по этой оси. То есть, допустим, выбираем синюю, у нас вращается по оси X. Выбираем красную, вращается по оси Z. Так. Для того, чтобы повернуть объект точно на заданный угол, необходимо включить привязку Angle Snob Toggle. Включаем привязку. И задаем правой кнопкой мышки, открываем меню и задаем точный градус. Да. Допустим, на 45 градусов поворачивать данный объект. Выставили значение. Теперь, видите, объект вращается. При каждом вращении, да, он вращается на 45 градусов. Это очень удобно. И последний, основной инструмент трансформации, это масштабирование или Scale. Для того, чтобы объект изменял свой размер по всем осям одновременно, нажимаем горячую клавишу R, переключаемся в масштабирование. Вот. И для того, чтобы изменить размер бокса по всем осям одновременно, наводим нас на треугольчик. Появляется такой замкнутый треугольник. Нажимаем левую кнопку мышки и тянем вверх или вниз в направлении вектора. Бывает ситуация, когда объект повернут на определенный градус. И изменить ровно одну из сторон невозможно. Ну, давайте, как к примеру, да, бокс вот так вот повернем. И теперь смотрите, если мы захотим изменить одну из его сторон, видите, объект неравномерно растягивается и искажается. Для того, чтобы этого не происходило, нам необходимо перейти в локальный режим. То есть, когда оси расположены по локальным векторам. Видите, направление совпадает, да, с поворотом бокса. Нажимаем, допустим, на одну из осей. И теперь объект свободно трансформируется, да, не нарушая общего построения объекта. Для того, чтобы вернуть объект в начальный масштаб, вызываем правой кнопкой мышки всплывающее меню. И здесь вводим везде 100%. Все, таким образом мы обнулили наш объект. В этом видео вы узнали, как пользоваться инструментами трансформации 3D Max и управлять объектами с максимальной точностью. Данная информация не является полной, но вполне достаточно для начального уровня обучения. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok